Акция «Стоп-фандализм» продолжается в столице. На этот раз волонтеры совместно с полицейскими закрасили рекламу наркотических средств на домах и строениях города. Кроме испорченных фасадов, это еще и нарушение уголовного законодательства. Какое наказание грозит нерадивым горожанам, расскажет Алихан Сарыхазиев. Фандалы в столице не только портят вид главного города страны, но и занимаются противозаконной деятельностью. Полиции говорят, зачастую такие надписи несут в себе рекламу сайтов о продаже наркотиков. Стражи порядка напоминают, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Сегодня будут проведены мероприятия по закрашиванию граффити-рисунков, а также сайтов по рекламе наркомагазинов, которые участвуют в заботу наркотиков и психоактивных веществ на территории столицы. Хотелось бы напомнить, что деяния, предусмотренные статьей 299-й, часть 1-1, предусмотрят уголовную ответственность и лишение свободы от 3 до 6 лет лишения свободы. Отмечу, такие акции волонтеры проводят на постоянной основе. Управление по вопросам молодежной политики считает, что общество должно сплотиться и совместными усилиями противостоять вандализму. Мы прививаем культуру столичного жителя. Культура столичного жителя – это, прежде всего, уважительное отношение к нашему городу. Мы будем ее проводить постоянно при случае необходимости. Каждую неделю, каждый день, пока не добьемся основного нашего результата. И школьники, и студенчество, и общественность, молодежные организации, неправительственные организации – все жители нашего города будут вовлечены в данную акцию. Кроме этой акции, в столице также пройдут акции по уборке территорий престарелых домов. А в преддверии праздника 9 мая окажутся действия в благоустройстве и уборке домов ветеранов. Алихан Заргады в Баглан Жангодзе на Стана Таймс.